Сейчас «Рземправда» и «Мокшемправда» два самостоятельных издания, а сто лет назад их история начиналась под одним общим названием «Красная звезда». Издание было основано в Москве и распространялось в Тамбовской, Самарской, Симбирской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской и других губерниях. Жители были рады почитать свежие новости на родном языке. Национальные газеты пользовались большой популярностью. Люди с удовольствием читали первые номера, потому что на своем родном языке вышла газета. До этого не было, представляете, в то время была и безграмотность. И вот газета, она помогала становлению нашего мокшанского и ирзянского народа. Сейчас национальные издания идут в ногу со временем. Актуальные новости из жизни республики на Мокшанском и Ирзянском можно узнать в один клик. Статьи и заметки публикуются на официальных сайтах. Активно ведутся группы в социальных сетях. Если посмотреть на просмотры в наших официальных группах, то в месяц у нас охват в социальных сетях более 45 тысяч. Я хочу сказать, что нас читают не только в России, не только в Мордовии, не только в России, но и в зарубежных странах. И нам сейчас пишут подписчики через интернет, которые про нас узнали с Азербайджана, ирзяне, с Украины, с Израиля. Они хотят получать не только в интернете газету читать, но они хотят получать бумажную версию газету, что нас очень радует. Поддержать коллег из национальных изданий пришли и бывшие сотрудники. Татьяна Рябова начинала свою карьеру в отделе писем. Тогда их приходило по несколько десятков в день. Спустя время ее перевели в корреспонденты. Причем сама Татьяна рассматривала работу в издании как временную, а в итоге проработала в Эрзенправде всю жизнь. Очень хорошо приняли в коллективе. Доброжелательные все. Тогда очень много участников Великой Отечественной войны были. Это люди другой категории, чистые душой. Они много знали, через много прошли. Но так снисходительно относились к молодым. Вот это подкупало. К встрече с читателями была организована выставка, на которой можно было ознакомиться с первыми выпусками национальных изданий. Сейчас газеты на национальном языке выходят в свете. В Мокшем Правде и Эрзенправде актуальная и полезная информация размещается на 16 страницах. Газеты выходят раз в неделю. Один юбилей на двоих издание отметит 24 сентября. Ольга Данилова, Лина Буянкина, Сергей Кувакин. Народные новости. Продолжение следует...